всем привет меня зовут сергей приветствую на канале 1серж23 давно не было роликов о работе с парусом и сейчас в ремонт пришел парус и решил сделать по нему непосредственно ролик то есть речь пойдет здесь о чем на парусе на конкретно на данном вообще задняя шкаторина видите вот задней шкаторине не видно наверно сейчас поверну камеру немножко вот так задняя шкаторина вот видеть такая ситуация парус слишком длинный для данной яхты несмотря на то что он заказывался вероятно под непосредственно за одну яхту и возникла потребность его перекроить теперь как производится перекроек парус и вообще нахер она нужна почему не заказать новый парус материал парусной ткани еще более-менее живой то есть парус сама ткань нормальная я не вижу смысла ее менять то есть данный парус конкретно не вижу смысла менять задняя шкаторина изношена но это ничего страшного это как бы я щас все переделывать то есть это не проблема сделать я буду делать так же как это было сделано непосредственно заводе поставлю люверс и все остальные вещи как видите здесь куча линий сейчас я уже парус начал разбирать то есть из него уже убраны вот ряд элементов то есть этот как его называется срезаны подготовлены под подгиб сейчас я возьму уже термо нож и в термоножен начну непосредственно резать формировать подгиб непосредственно задней кромки шкаторины для того чтобы произвести или ковку веревки троса для того чтобы настраивать пузо парус парус достаточно сложный кстати в работе по моему не помню город парус российский где делался не помню но почему в принципе возникает вопрос сейчас периодично о том что нужно перекраивать паруса вопрос возникает по одной простой причине что новые паруса стали стоить безумно дорого у меня идет очень большой запрос по изготовлении парусов но я ничего не могу сделать потому что ткани нету парусной ткани нету вся парусная ткань которая выпускалась в россии может быть она конечно где-то выпускается но я не могу ее найти раньше парусная ткань была у меня в ярославле я сам из ярославля вы знаете прекрасно по роликам завод остановил линию по убелению до крона лавсана вот и поэтому как бы парус они больше не делают то есть паруса у них парусной ткани у них больше нет они делали 240 ткани очень неплохую надеюсь что не хватит мозгов запустить производство по той простой причине что альтернатив то на самом деле сейчас не очень мало не очень много точнее альтернативу это европейские ткани их сейчас с ними сейчас херово в данный момент их нету а парусам вот это вот еще очень хороший образец то есть мне приходили паруса который вообще полностью изношен как производится игорь еще раз то есть парус из гель сделать новый парус вот такого плана но это я думаю в районе наверно 130 150 тысяч рублей вылезет вот такая вот русина в принципе на самом деле с точки зрения стоимости парусов реальный это наверное небольшая цена и это наверно цена чисто по россии потому что хорошему парус стоит где-то в половину стоимости яхты а некоторые прусс они стоят дороже яхты то есть это вот такая вот в принципе такой такой вот факт это просто ну как бы если у вас яхта стоит допустим там миллион ну не миллион там несколько сотен тысяч долларов то это одна песня а здесь это конечно все получается совершенно совершенно по-другому то есть но при этом как бы купить бывший парус порой гораздо проще даже если он не подходит на вашу яхту и отдать его в перекройку то есть парус можно перекроить что нужно понимать при покупке паруса парус должен быть однозначно больше то есть нельзя из меньшего паруса сделать большой наоборот можно вот здесь данный момент сейчас видите я уже все подготовил далее их смен сам самостоятельно я не обрезаю паруса по своему наитью то есть так как я это хочу парус рисует непосредственно обрезку паруса рисует их смены единственного здесь ребята сделали маркером маркером такие вещи не делаются делается либо восковыми карандашами либо обычным карандашом разницы нету но лучше обычным на строительном карандашом черном который смывается в процессе эксплуатации а вот здесь местами у меня этот маркер взлетит он никуда не смоется но в принципе я думаю что конкретно здесь наверное на это владельцам этого паруса по барабану вот так получилось что линию она не очертили не совсем ровно ну разумеется это очень сложно сделать отчертить ровно линию то есть для этого нужно лазерной линейкой ему просто идеально расстелить парус его зафиксировать лазерной линейкой отбить линию вот либо допустим линейкой как-то этот как его называется отмерять по шкаторине которая подрезается так чтобы сделать саблюстированную геометрию вот ну а здесь беру вот она получается с таким вот линиями частично ее то есть она вот так у себя гуляет крану красное линии немножко она уйдет у меня на на усиление то есть что сейчас я сделаю парус кстати сложный на парусе куча элементов для настройки то есть их все придется тоже повторить поставить все на место сейчас я буду вот таким макаром как видите вот так я здесь сделал уже то есть вот это все вот элемент который я уже латные карманы соответственно все тоже разбираются то есть все подрезается готовится сейчас я произвезу произведу парус длинный стол у меня 4 метра поэтому я сделаю сейчас следующие вещи то есть я сейчас произведу отрезку непосредственно термоножен открою все лишнее что мне не нужно после этого заликую трос соответственно сделаю подгиб заликую трос то есть ну сделаю так как это было сделано на заводе то есть это уже в принципе практика здесь ничего такого хитрого нету после этого установлю яхтенные зубастые люверсы потому что люверсы все которые стоят на парусе они все одноразовые но это будет делать уже в процессе скажем как изготовление то есть сейчас предстоит полностью сначала собрать полностью собрать заднюю шкаторину выпилить соответственно вырезать все элементы которые идут на усиление для того чтобы мне произвести подгиб нормально и произвести нормально подшип ну то есть как бы это обычная штатная работа с парусом карман придется переделать тоже то есть его придется раскроить чуть больше я его подрежу чтобы он собственно говоря просто сохранил сохранил все свой функционал тот который у него был заложен другими словами после укорачивания паруса у меня должен получиться абсолютно рабочий парус так что в принципе все вопросы решаемы я обязательно сниму ролик покажу как это получается в процессе изготовления а так в принципе если вы купили себе парус который больше вашего по размеру никаких проблем нету принципе это как бы все делается и все получится нормально то есть парус будет абсолютно рабочий вот можете обращаться по данному вопросу сейчас говорю с новыми парусами очень часто одно время просто буквально там каждый день мне задавали вопросы смогу ли я изготовить парус да изготовить его смогу но только из материала заказчика о чем я всегда и говорю после того как задает вопрос а где мы возьмем материал многое у меня его нету я его покупать не буду то есть уловными покупать я его не хочу ну вот просто не хочу то есть не потому что как бы этот ну не вижу в этом особого смысла потому что ну вот издавальческого сырья еще готов его сделать а наверное новое дело сейчас при нынешних ценах ну наверное они будут ну вот так что вот такая картина а вот переделать старый парус допустим который вы купили например у них сменов у спортсменов там паруса большего размера которые уже не идут на гонки но вполне пойдут на круизер это никаких проблем нет вот нужно просто чтобы четко все взяли то есть измерили все размеры то есть просто выставили выстроили сколько вам нужна задняя шкатурина нижняя шкатурина передняя шкатурина замерили толщины липазов там и все остальное то есть как это у вас парус будет идти запланировали полностью как у вас все это мероприятие будет должно в принципе функционировать в будущем и после этого то есть берете карандаш отрисовываете на парусе непосредственно рисовать лучше всего на изнаночной части вот чем отличается лицевая часть от изнаночной лицевая часть она ровная на ней никогда ничего не рисуют все рисунки делаются на изнаночной части потому что изнаночная часть она все равно все срезается все идет на подгиб там ничего не видно будет То есть, в результате, после того, как с парусом закончится работа, он будет, ну, как будто с ним ничего не было То есть, абсолютно все будет ровно и нормально А если вы все нарисовали на лицевой части, то если вот такая вот линия будет, например, кривая Она перейдет, соответственно, на изнаночную часть То есть, ну, вы просто вот... Конечно, в конечном итоге маркер выгорает, но это занимает время некоторое А так, никаких проблем Берете, рисуете, замеряете, определяете длины Я, чтобы ничего не изобретал Вот, потому что изобретать для их сменов это неблагодарное дело У меня были ситуации, когда мне там с пеной рута люди доказывали, что вот там нужно было сохранить полметра Вот, когда я его делал, парус на полу квадрата меньше Вот, что-то типа играет для них какую-то серьезную роль, что на самом деле никакой роли не играет Вот, поэтому я таким вещами не занимаюсь Вы их смен, у вас есть парус, вы купили парус бушный, большего размера Раскладываете его, отрисовываете все полностью так, чтобы все это было видно и не стерлось главное Но маркер, говорю, маркер не вариант, лучше всего карандаш Карандаш очень хорошо рисуют на ткани Вот, и он смывается очень-очень не сразу Ну, нарисуйте его жирно, чтобы все было видно И все дела, собственно говоря А так, все, вот данный парус, сейчас я его, думаю, что дня за 2-4 я его заделаю Здесь больше проблем, то есть заликовать веревку не проблема А вот сделать все вот эти вот, вшить, это все вот ручная вшивка То есть здесь предстоит вот эти все элементы регулировочные Потому что здесь, видите, так, сделаны настройки Для того, чтобы можно было более грамотно выстроить пузо паруса То есть здесь есть регулировки паруса спортивной На крейсерских парусах такого обычно нет А на спортивных парусах такой есть Вот, и здесь надо будет все дело соблюсти и восстановить так, как это было А так, вот смотрите, вот парус показываю, сейчас я его покажу Вот, смотрите, вот парус лежит, да? Вот видно его хорошо И я вам покажу, что будет Вот сейчас я только начал с ним работу А когда я сниму, вот полностью все закончу Я обязательно сделаю ролик и выложу его Посмотрите, что получилось Вот, запомнили эти моменты? То есть вот посмотрите, как это выйдет Так что вот, если у вас такая ситуация есть Если вам надо отремонтировать паруса Либо изменить их геометрию, либо еще что-то сделать Ну вот здесь в данном случае вопрос решается из-за геометрии Потому что парус был больше по размеру, чем он должен быть Вот, можете все это дело сделать, прислать И в принципе я вам все это дело переделаю Но особо проблем я не вижу Все, спасибо за внимание Вопросы и прием заказов, как всегда, через почту Пишите обязательно отвечу А так все, до свидания Смотрите следующий ролик, которым я покажу Как все этот парус получился в итоге Вот Полностью после окончания работ По его, скажем так, переделке По переделке, полной переделке задней шкатуре Все, смотрите Смотрите продолжение, подписывайтесь на канал Ставьте колокольчики И тогда вы не пропустите выходы новых роликов Все, до свидания